Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфар ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «За выживых, оплакивая мёртвых, разбивая молнии», мы сегодня вам рассказываем о так называемой «Авгдёж-системе». У нас сегодня завершающий ролик по поводу этой системы. Нас просили о том, какие, собственно говоря, принципы должны быть положены в основу при выборе врача. Причём мы сначала думали рассказывать вам о выборе врача-психиатра. Сейчас мы ставим шире вопрос. Вообще, любые врачи, мы сформулировали несколько критериев. Это целая «Авгдёж-система». И сегодня последний признак этой системы, вот он этот признак, выделен. Рекомендации опасных методов лечения, полипрагмазия, оффлэйбл и назначение препаратов оффлэйбл и так далее. Причём оффлэйбл, я подчёркиваю, без должных медицинских данных. Потому что есть оффлэйбл, например, в условиях ковида, когда мы вынуждены прибегать к назначению препаратов оффлэйбл, но при наличии соответствующих доказательств. Что такое оффлэйбл? Вне соответствии с инструкцией. То есть, в инструкции нет такого показания, но есть, например, убедительные данные, тогда можно. Если таких убедительных данных научных нет, назначают вопреки инструкции, то это, собственно говоря, вот этот плохой оффлэйбл. Итак, вот она обгдёж-система. Шесть признаков. За каждый признак, если он есть, мы вас учим эти признаки выявлять. Каждый врачу начисляется один балл. И у вас получается некая такая градация врачей по этому самому уровню обгдёжа. Если 0 баллов, то оффлэйбл отсутствует, а отсутствует, ж это оффлэйбл полный, 6 баллов. Ну, а дальше вы можете уже сами выбирать. Ну, я не знаю, у каждого, наверное, свои какие-то будут критерии. Кто-то скажет, ну, слабый оффлэйбл, ничего страшного, буду лечиться. А кто-то скажет, нет, даже очень слабый оффлэйбл меня не устраивает. Ну, это как, в общем, кому мы не настаиваем, мы вам даём просто методику, просто инструмент, а как вы им будете пользоваться, это уже ваше право. Итак, сегодня рассматриваем ситуацию, когда рекомендуют опасные методы лечения. Слушаем нашего любимого академика Евдокименко. Тема нашего сегодняшнего выпуска – лечение гипертонии. Ну, тема, на первый взгляд, простая. Казалось бы, что и проще, чем лечить гипертонию – пей таблетки, и всё, и будет хорошее давление. Но таблетки от давления гипертонию не лечат. Они только сбивают повышенное давление на то время, пока вы принимаете эти лекарства. Большинство таблеток от давления со временем начинает давать побочные эффекты. Итак, поскольку эти таблетки не лечат, а только сбивают давление, начинают давать побочные лекарства, то доктор Евдокименко рекомендует на своём сайте лечение давления без лекарств. Вот мы сделали даже несколько роликов на этот счёт, а вот сколько может убить его такие рекомендации. Мы сделали даже научный анализ, мы создали формулу, по которым каждый может рассчитать, вот сколько тот или иной совет блогера, любого необязательного Евдокименко, может убить людей. Ну, в частности, убить подписчиков, потому что количество подписчиков, оно определено и доступно. Так вот, мы определили, что если люди, которые слушают доктора Евдокименко, а поверьте мне, его слушают больше 3,5 миллиона человек, и все они ему верят, вот некоторые тут пишут, что люди не идиоты, они ему не доверяют. Нет, они ему очень доверяют. Вот посмотрите, пожалуйста, комменты под нашими роликами. Многие комменты, я доверяю доктору Евдокименко, я доверяю доктору Евдокименко как Бог. То есть, они ему действительно верят и действительно выполняют. Так вот, если они не будут, будучи больны артериальной гипертензией, принимать антигипертензивные препараты, то от его вот этих рекомендаций дополнительно умрет 20 468 человек с артериальной гипертензией. То есть, это очень-очень много. Представляете, вот за 6 лет, это правда, ну вот доктор Евдокименко способен такой рекомендации уничтожить целый российский город. Это очень опасно. Если вы видите и сталкиваетесь с таким опасным прецедентом, старайтесь не обращаться к такому врачу. Следующий доктор Божьев, мы тоже о нем рассказывали, знаменитая техника синяка. Слушай, у нас есть такая рефлекторная техника, как синяки. Если мы создаем синяк в какой-то области тела, которая соответствует органу, то этот синяк при рассасывании очень мощно, хорошо стимулирует работу этого органа. Ну, например, над нужной областью нужно создать вот этот синяк. Что вы там сделаете? Как угодно. Самый простой вариант. Кровь из вены взяли, под кожу сюда ввели. Создается синяк. Можно просто как-то раздавить так, с большой силой намять кожу головы. Ну, то есть, предлагается лечение от инсульта опасным способом. То есть, вы должны брать кровь из вены, вводить себе. Никто не говорит о том, что это все нужно делать в септическом. Вы должны мять силой кожу головы. То есть, вы можете наносить себе какие-то повреждения. Вот это тот пример, когда вам рекомендуют опасный метод лечения. Но это даже не лечение, это псевдо, конечно, лечение. Но если вам рекомендуют себя калечить, конечно же, вы должны бежать в первую очередь от такого врача. Ну, надо вам сказать, что опасные методы лечения используют не только врачи, скажем, ревматологи, там есть, кто такой доктор Божьев, не то он невролог, не то он еще кто-то, не важно. Вот используют врачи разных специальностей, но используют опасные методы лечения и психиатры. Что уж тут из песни слов не выкинешь. Приведем такой пример. Это профессор Иванов лучший, я думаю, что ученик Академика Смулевича. Я думаю, что он в конце концов займет его место. Слушаем, что говорит профессор Иванов. Монотерапии там делать нечего. Не работает ни один класс препаратов, и тем более ни один какой-то препарат у таких больных. Полифармакотерапия в полном смысле слова 3, 4, даже 5 больше препаратов. Если вам какой-то врач, неважно какой, назначает большое количество препаратов, вот я знаю, неврологи любят назначать 16 препаратов, то есть у некоторых неврологов вот на целую страницу занимают назначение, я вам очень советую, бегите вы от таких врачей, бегите вы от психиатров, неважно, назначают огромное количество препаратов. Это большая беда. Я вам даже объясню. Назначение, по-моему, если я не ошибаюсь, больше трех препаратов, требует консультации человека, который должен понимать во взаимодействиях препаратов, это клинический фармаков. Если такой консультации нет, а это чистая отсебятина, то это, конечно, очень-очень плохо. Это безграмотные люди, это люди, которые хотят нанести вам вред. Ну и еще один вред может быть нанесен следующим образом. Это тоже профессор Иванов, тоже характерный пример. Мы уже его как-то показывали вам. Слушаем. Очень часто приходится прибегать к электросудорожной терапии. Совсем не по тем показаниям, по которым ее используют при тяжелых состояниях, например, при психотических депрессиях. Здесь, наоборот, это попытка преодоления резистентности, это попытка изменить что-то вот в этой неподвижной массе симптомов. Ну, вы видите, он рекомендует электросудорожную терапию, это довольно серьезный метод лечения, без показаний. Без утвержденных показаний, то есть каждого. То есть перед нами действительно человек, который готов создать у больного так называемую ятрогению. То есть болезнь, вызванную нежелательными неблагоприятными последствиями медицинских мешательств. То есть фактически ятрогения – это новая болезнь, которая появляется у пациента после контакта с такими врачами. Поэтому, если вам кто-то советует какой-то опасный метод лечения, кто-то вам советует, я не знаю, отрезать себе руку или голову, я имею в виду врач, пожалуйста, бегите от таких врачей. Выясняйте, советуют ли он. Вот сидите вот иногда часто под дверью того или иного врача в поликлинике. Очереди же огромные. Ну, поговорите вы с другими пациентами, что он им назначил. Возьмите вы это себе на заметку, посмотрите просто потом, погуглите, что это за методы лечения. Если методы лечения опасные, используются препараты не по показаниям, ну, не надо ходить к такому врачу. Вот мы с вами закончили рассмотрение обгдеж-системы. Мы еще будем прибегать к этой обгдеж-системе, потому что, на самом деле, вот эту обгдеж-систему можно использовать еще и для характеристики медицинских блогеров. Мы об этом обязательно расскажем. Но, тем не менее, мы бы хотели получить ваши отклики, поэтому пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь в обязательном порядке на наш ролик. Ну, кто еще вам будет рассказывать, как выбирать врача? Никто не будет рассказывать. Все будут только хвалить самих себя и больше ничего. Ну, и если хотите отблагодарить нас за этот ролик, в его описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч!